Приветствую вас. Ввиду ряда обстоятельств, которые раскрываются в вопросе, я не считаю возможным его засчитывать. Скажу только, что автор вопроса, значит, пишет про проблему со своей женой. И пишет о том, что он, в общем-то, начал замечать скрытность, вот, такое чувство, что она что-то утаивает. Три года они не спят вместе в одной кровати, она говорит, что хочет спать со дня и спим в разных комнатах. Интимная жизнь была по желанию автора вопроса. Как-то ночью не мог уснуть, и, значит, как будто что-то тревожит, зашел в ее комнату, я обнаружил там, значит, у нее, у жены интимную переписку, вот. Значит, был скандал, значит, хотели развести сына ради дочки, родители. Уговорили их жить вместе, вот. Поговорили, значит, с женой, сказал, чтобы она это прекращала, вот. Значит, соответственно, жена говорит, что ей нравится это, нравится, значит, интимная переписка, вот. Андерс сказал, чтобы прекращала это, и через, значит, прошло два месяца он купил, открытую камеру поставил и увидел, что, значит, опять интимная переписка, в общем-то, продолжается. Вот. Опять, значит, ссора, опять он с ней поговорил, вот, значит, говорит жена, что будет делать так и дальше, что ей это нравится, вот. Но реально никогда встречаться не будет. Она сказала, хочешь, живи или разводи. Вот. Родители говорят, чтобы успокоиться, приехала обратно, я ее люблю и ревную ко всем иногда, хочу уйти, но дочку жалко, без отца будет расти. Вот. Еще ипотеку у нас, так долго копил денег на квартиру, любил свой дом, как-нибудь. Вот. Ну, значит, по поводу, по поводу того, как вам быть. Здесь, на мой взгляд, ситуация, в некотором смысле, совершенно однозначно, вам нужно сначала, наверное, признать, что у вас в семье криви-кривис. Вот. Точнее, кривис, значит, в отношениях с супругой. Вот. Криви-кривис в отношениях, значит, с женой. Вот. Это первое, что вам нужно, на мой взгляд, для себя принять. Кризис. Кризис, скорее всего, начался именно, вот, как раз, вот, в то время, когда вы начали спать раздельно, возможно, начался кризис еще раньше. То есть, тут сказать, так вот, как-то однозначно, наверное, нельзя, потому что, ну, нужно смотреть, нужно выяснять этот момент, да, нужно его, нужно его, нужно его как-то исследовать, потому что, так вот, однозначно сказать, на мой взгляд, невозможно. Вот. Это, значит, это, значит, первое, что я хотел до вас донести. Второе, что я хотел до вас донести, это то, что, значит, поскольку имеет место быть с вашей стороны ревность, вот, то имеет место быть, соответственно, неуверенность в себе. Вот. То есть, если вы, если вы ревнуете, значит, вы не уверены в себе. Вот. Ну, в принципе, вы сами, как бы, пишете, да, вот, что ревнуете ее ко всем иногда. То есть, это вот, конечно, конечно, на мой взгляд, является довольно серьезной проблемой. Вот. Древность просекает из проблем самооценки, из отсутствия реализованности и из персонального, личного, скажем так, опыта измен. Вот. Да, ну, то есть, вот, у вас есть, как бы, ну, свой, свой, значит, соб, ну, свой собственный опыт измен. Вот. Такая история в данном случае. Соответственно, нужно, во-первых, выяснять, откуда и с чего проистекает ваша ревность, в принципе. Вот. Задача работать с, значит, непосредственно, вот, уверенность в себе непосредственно с, ну, как бы, вот, непосредственно с нею. То есть, ну, по сути дела, повышать, повышать эту самую уверенность в себе, которой сейчас у вас нет. Ревность, значит, ревность, она может погубить отношения и, в общем-то, ревность губит отношения очень, очень хорошо, очень быстро. Вот. Это, это важно понимать. Важно понимать. Ну, важно, важно, важно понимать этот момент. Вот. Дальше, значит, на что еще хотел бы обратить вам ваше внимание, это, пожалуй, на то, что вы достаточно много внимания уделяете семье. Семья, вот, для вас, по моим ощущениям, очень важна. Вот. И, соответственно, можно в данном случае говорить о том, что, значит, вы, ну, таким образом через семью пытаетесь реализоваться. Ну, понятно, на мой взгляд, совершенно точно, что ничего хорошего из этого. Из этого, в принципе, поучиться не может. То есть, совершенно, на мой взгляд, опять очевидно. Вот. То есть, срезмерное уделение семьи, оно приводит к, значит, к снижению роли. Вот. Вот. И как результат, к недовольству, значит, ну, к неудовольствию. как самого партнёра, да, так и вас, всё. Поэтому то, что вы так вот зафиксировались, можно сказать, на семье это вот может быть одной из проблем. Потому что вашей жене чего-то не хватает, да, вот. Вы тем, что стараетесь ей запрещать это и следить за ней, вот, ну, по сути, значит, педалирует продолжение конфликта, вот, потому что ваша жена, она будет это делать, да, до тех пор, пока, скажем так, у неё будет такая потребность, вот. Задача выяснить, что это потребность находится у вашей жены и готовы ли вы что-то делать, чтобы решать эти проблемы. Вот. Понятно, что многое зависит здесь от, собственно, супруги, да, то есть считать ли она, вот, проблемой это или нет. Это совершенно, ну, понятно, на мой взгляд. Но, тем не менее, вот так это работает. Значит, что вы можете сделать, ну, во-первых, сформировать свой запрос к психологу, то есть вот, вы пока спрашиваете, как мне быть, да, могу задать, в данном случае, третий вопрос, как вам быть, чтобы что, вот, можно помочь вам разобраться в себе, чтобы помочь вам разобраться в себе, чтобы постарались, ну, чтобы вы увидели, чтобы постарались увидеть, значит, смогли увидеть проблемы, ну, проблемы, которые, вот, ну, присутствуют, да, которые есть у вас, и поработать с ними. И, соответственно, гармонизировать отношения. Вот. Я бы вот так, наверное, сказал сейчас, с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. Вот. То, как вы, да, и в целом вы, получается, такой тревожный человек, соответственно, с тревожностью нужно работать. Вот. Чтобы, ну, вы не так, так тревожились. Вот. А вот, в принципе, то, что можно сказать. И последнее. Вот вы пишите, что три года вы спите раздельной, она говорит, что хочет спать одну, вот, как бы, почему тогда вы, по факту, не, ну, почему тогда, по факту, вы не, например, обратились к психологу, да, то есть, почему вы просто на это согласились и всё, то есть, это проблема. Вы на неё как-то, вот, не обратили внимания. На мой взгляд, эээ, значит, эээ, родители имеют, эээ, большое влияние на, эээ, вас. Эээ, вот. Эээ, их, их влияние, чтобы никто вас ни на что не уговаривал, нужно ограничить. Эээ, потому что ничего хорошего из этого не получится никаким образом. Вот. И, эээ, значит, оставаться жить вместе ради дочери, это не очень хорошая идея, потому что дочери от этого будет только хуже. Детей промеряют родители в конфликте, живущие вместе, больше, чем, эээ, родители в конфликте, не живущие вместе, потому что не чувствуется, вот, этого, скажем так, напряжения. Ну, вот. Без проработки ревности, эээ, привожности и уверенности в себе отношения вам, скорее всего, не гармонизируют. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...